библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава книги притчи перевод российского библейского общества читаю для библейского портала экзегет и эта глава такая ну бытовая отчасти такие житейские наблюдения в ней но не только лучше черствая корка да с миром чем дом где перы да раздоры довольно логично да то есть лучше жизнь очень скромно но в ладу чем враждовать за перами умный раб получит власть над недостойным сыном господина и наследство с его братьями разделит то и станет одним из них получите же права которые имеет и сын причем сын еще скорее всего у него будет подчинение и тут друг да вот сначала такая бытовая мудрость для плавки серебра тигель для золота горнила а для сердец испытания от господа то что позволяет из руды выплывет драгоценный металл да это огонь и он соответственно в определенных печах разводится а испытания от господа то же самое делают сердцами людей то есть позволяют из них выплывет драгоценный металл злодей прислушивается к лукавым речам и лжец внимает словам злокозненным мы довольно много читали про то что они говорят эти слова но они интересуются ими их интересует не истина не правда не что-то хорошее вот это все вот ложно какая-то информация и причем хитросплетение какие-то интриги но в то же время кто глумится над бедняком оскорбляет его творца и кто злорадствует не уйдет от возмездия смотрите мы много читали о том что бедняков презирают и о том что это неправильно что отношение к бедняку это отношение к творцу потому что это творец и бедняка тоже и твой и бедняка венец старцам дети детей а слава сынов их отцы но вот такое традиционное общество внуки это радость и некоторая награда а наоборот отцы о которых дети знают которыми они гордятся это их такая слава их такой капитал с которым они вступают в жизнь не пристала глупому важная речь о благородному речи живые вот уместность уместность слов это тоже важная тема прошлой главе было ее довольно много и здесь глупому важная а благородному лживые они пристала вот бывает что человек говорит что-то такое не похожее на его обычную характеристику но вот самое главное чтобы благородному не лгать это это просто некрасиво дающему взятка кажется волшебным камнем куда не повернив сюда выгода но это его точка зрения здесь иногда мы слышим голос не только автора но и его персонажей и вот взятка взятка за то что осуждается довольно однозначно в библии а ему кажется что это так здорово вот все что хочу за взятку получу как волшебная палочка волшебный камень видимо в древности был но это ему только кажется мы уже читали что то что кажется человеку и то что выходит в конце это не одно и то же кто стремится к любви забывает обиду а злопамятные теряют друга можно ведь долго копить все эти обиды да но в результате ты потеряешь друга понятливого укору язвит сильнее чем глупца сотню тумаков вот эти укоры упреки да как их люди понимают и здесь тоже очень важный момент что человек понятливые слова понимает быстрее чем тот долгие побои потому что он не настроен вообще ни на какую критику его только если лупить ему будет больно но и все равно вряд ли что поймет злодей только к смуте стремится и ангел неумолимый будет послан к нему ангел или вестник не очень понятно только нему будет послан какой-то ангел от бога то ли будет послан какой-то вот от от царя там я не знаю посланник то что словом ах древнееврейское может означать то же самое которое его накажет но в любом случае ничего хорошего не ждет этого человека злодея который стремится только к смуте который затевает всякие раздоры но здесь такие бытовые зарисовки и конечно в них тоже есть нравоучение но местами просто красота вот следующий стих лучше встретить медведицу потерявшую детенышей чем глупца когда дурь в нем бушует вот правда точно да вот совершенно неукротимый настолько же разрушительный и глупец который просто вот буйствует и никак не может установить остановиться и в то же время кто злом воздает за добро от его дома зло не отступится зло как такая общая категория да и соответственно если ты ей привержен то ты ее и получишь начало ссора как прорыв плотины уймись пока врождение разбушевалось как плотина прорывается сначала маленькая дырочка и струйка течет да потом она все шире шире и наконец поток сметает все на своем пути пока маленькая дырочка еще есть шанс как-то заделать да вот когда наводнение грозит то там люди собираются мешки с песком тащат затыкают эти дыры есть там истории как человек своим телом закрывал дыру пока не подошли на помощь вот ссора то же самое можно унять пока маленькая дырочка а потом уже поток все смесет остановись вовремя оправдать злодея осудить невинного и то и другое господу мерзко правосудие постоянная тема в библии почему-то люди очень часто думают что это какая-то вот просто личная жизнь да вот оправдывать злодеев осуждать невинных в соцсетях то и дело я это вижу мерзко господу и то и другое явное нарушение справедливости даже может быть наших суждениях не обязательно на суде перед там царем к чему глупцу трясти мошной как купишь мудрость если нет ума ну и по-русски есть поговорка нет ума не купишь вот буквально это и есть любовь друга на все времена и брат рожден чтобы с братом беду разделить как здесь сочетаются такие отрицательные положительные утверждения да вот что есть опасного глупец которым дурь бушует что есть ценного любовь друга брат который рожден да еще вы даже друг друга не знаете вы еще может быть только родились да если вы близнецы или один из вас только родился а он уже рожден для того чтобы поддерживать себя безрассудный тянет руку спешит поручиться за другого тоже вечная тема в притчах постоянно не бери ответственность за другого за долги которые он на себя берет ну и вообще вот ты не знаешь другого человека ты себя от не всегда знаешь кто любит свар и любит злодейство кто превозносится накличет падение логично не будем даже комментировать лживому сердцу добра не видать коварный язык доведет до беды сердце язык да то есть чувство устремление человека его речи кто породил глупца родил себе горе не порадуешься дури собственного сына да вот не хочется даже об этом говорить то есть постоянная тема притчи то что наказанием она не не столько от бога спускается сколько является естественным следствием поступков и выборов людей и в частности вот это вот семейная ответственность то есть отец огорчается от глупого сына вместе с тем радость на сердце лучшее лекарство обнесенный дух осушает тело то есть вот будешь горевать и со здоровьем все будет плохо у нас было про оправдать злодея судить невинного как-то бывает возвращаемся к этой теме нечестивец из-под пола и берет взятку за то что искажает правосудие тайна вот прекрасно проницательный взор обращен к премудрости а взгляды глупца во все концы земли телевизор посмотреть например новости почитать какие где во все концы земли а проницательных при мудрости которые еще надо найти снова повторы глупый сын досада отцу и огорчение для матери но каждый раз немножко по-другому там было что мудрый сын радость отцу а здесь глупый сын досада отцу и огорчение для матери отец смотрю здесь сравнялись дурное дело взыскивать с невиновного или бить благородного за прямоту у нас было осудить невинного оправдать злодея а здесь более конкретно штраф взыскивать да или бить за прямоту за то что человек честно сказал сведущий осторожен в словах и кто разумен тот хладнокровен не торопись не говорить не действовать поспешности это как правило признак либо глупости либо коварства глупец промолчит и сойдет за мудреца сомкнет уста и покажется умным молчи за умного сойдешь русская поговорка вот здесь она в полный рост но обратим внимание что вот это покажется сойдет выглядит в своих глазах постоянная тема то есть книга притчи говорит ты не торопись с оценками все может выглядеть не совсем так как кого на на самом деле то что ты увидел сразу не обязательно есть истинное положение вещей вот молчащий человек какой умные на самом деле он просто закрыл рот и пока не откроет его мы не знаем насколько он умен на этом 17 глава завершается